Доброе утро! На 12-м канале Час новостей. В студии Дарья Шадрина. Смотрите в этом выпуске. Безопасные качественные дороги в Омской области продолжат прокладывать и в следующем году об этом стало известно на совещании с Дмитрием Медведевым. Как и мячи помогли релизовать федеральный проект. Их связала музыка. В Омске стартовал международный конкурс дамбристов, пианистов, скрипачей и певцов, чьи мелодии необходимо исполнить по условиям состязаний. За доброту и отзывчивость. Это, наверное, как хобби, помогать людям безвозмездно, дарить детям улыбку. В Омске подвели итоги конкурса добровольцев «Хрустальное сердце». И намерены наверстать упущенное. Омский авангард встречается с Тольяттинской ладой. Какова расстановка сил? В Омской области продолжится большой дорожный ремонт. Регион справился с задачами, поставленными федеральным центром на сезон 2017 года. Поэтому и в следующем реализацию проекта «Безопасные качественные дороги» продолжат. Отремонтируют 37 муниципальных и 5 региональных магистралей. Об этом стало известно на совещании председателя правительства России Дмитрия Медведева с главами регионов. В видеоселекторе принимала участие и наша область. Конечно, мы совместно с регионами работаем над улучшением дорог и улиц. Выделяем деньги, ремонтируем трассы, строим новые трассы. Учитывая важность проблемы, выделили эту тему в приоритетный проект «Безопасные качественные дороги». И решили сначала сконцентрироваться на крупных городах, потому что там наиболее сложная ситуация. Дмитрий Медведев призвал воздержаться от формального подхода при выборе участков для ремонта дорог и оценки качества работ. А ключевая особенность проекта – общественный контроль. Его сучитляют активисты Общероссийского народного фронта. Они вместе с общественниками города следят за качеством реконструкции магистралей. Член общественной болты России Томской области Александр Малькевич рассказал, как впервые были использованы возможности социальных сетей для надзора. Обнародование фактов недобросовестного ремонта вызвало резонанс в многочисленных сообществах проекта и побуждало подрядчиков немедленно реагировать на критику у пользователей сетей и устранять недостатки. Люди под своими именами, иногда даже под никами, пишут обращения, комментарии в комфортной для них коммуникационной среде. Скажем так, не выходя из привычной для них виртуальной зоны комфорта. Но при этом реакция на их обращение следует незамедлительно. Вот в качестве примера такого кейса я как раз и хотел разобрать тоже нашу омскую историю, потому что подписчик именно омского сообщества указал на нарушение. Подрядчик не убрал прибордюрную грязь на объекте, который был отремонтирован в этом году в рамках проекта. Он написал, в том числе, в свойственный интернет-пользователям форме, там, ну, в общем, покритиковал. Но важно, что специалисты это нашли, обработали, и через два дня все было убрано. С тем не менее, с такими, конечно же, организмами, нет, корректно все было, безусловно. Вот, но сам этот интересный сериал пошел дальше, да, потому что через два дня все было убрано. Пользователь, который живет на этой улице, это увидел. И уже на своей странице ВКонтакте рассказал, опять-таки, в очень таких там выражениях, но уже теперь позитивных, что работает система-то, да. В свою очередь, Александр Бурков рассказал, что 46 участков общей протяженностью 252 километра введены в эксплуатацию, установили 30 светофоров, 66 дорожных знаков и почти 2 километра пешеходных ограждений. Освоили все деньги федерального бюджета, это 918 миллионов рублей. Власти не будут препятствовать участию российских спортсменов в Олимпиаде 2018 года под нейтральным флагом. Такое заявление сделал президент Владимир Путин во время рабочей поездки на Горьковский автомобильный завод в Нижнем Новгороде. Вариант бойкота глава государства отверг, отметив, что спортсмены на протяжении всей карьеры готовятся к этим стартам, и для них это очень важно. Мы без всякого сомнения не будем объявлять никакой блокады, не будем препятствовать нашим олимпийцам принимать участие, если кто-то из них захочет принять участие в личном качестве. Многие ребята, и многие мои личные, они шли к этому соревнованию на протяжении всей своей жизни, не только там, затратили на это последние годы подготовки, потому что не все карьеры готовятся к этим стартам. Для них это очень важно. Поэтому, исходя из этих соображений, мы, конечно, не будем ничего запрещать, и не будем ничего блокировать и создавать невозможные к участию. Исполком МОК в качестве санкции за выявленные допинговые нарушения приостановил членство Олимпийского комитета России. Это не позволяет российской сборной выступить на играх в Корее под национальным флагом. Однако комитет готов допустить чистых российских спортсменов под нейтральным флагом. Коллективное решение об участии в соревнованиях примут 12 декабря на Совете Олимпийцев. Еще одно важное заявление сделал президент России. 2018 год в нашей стране объявлен годом добровольца и волонтера. С таким предложением Владимир Путин выступил на церемонии вручения премии «Добровольцы России-2017». Глава государства подчеркнул, что это станет признанием заслуг волонтеров перед людьми. Но в Омске чествовали победителей региональной премии «Хрустальное сердце». В течение года больше двух сотен добровольцев нашего региона реализовали благотворительные проекты о неравнодушных омичах. Екатерина Булучевская. Теперь «Хрустальное сердце» не только в груди хрупкой Анастасии Мок, но и в ее руках. Символичную награду омичка получила за улыбки малышей. Больше трех лет студентка медуниверситета вместе с группой добровольцев колесит по селам и деревням и лечит ребятам зубы. Мы посещали школы, детские сады и в амбулаторной поликлинике село Элитное тоже мы оказывали помощь, обучали гигиене полости рта, проводили профессиональную гигиену непосредственно в стоматологическом кресле и производили лечение кариеса. Это, наверное, как хобби – помогать людям безвозмездно, дарить детям улыбку. Конкурс «Хрустальное сердце» проводится в нашем городе уже в четвертый раз и с каждым годом неравнодушных участников с большими добрыми сердцами все больше. Фаворитов в таком трогательном конкурсе определить непросто, уверяют организаторы. В этот раз статуэтки получили 9 человек в разных номинациях, а вот призерами стали почти три десятка мечей. И это не только легкая на подъем молодежь. В списках есть и первоклассники, и пенсионеры. В этом году у меня был проект, где мы сняли фильм о ветеранах Великой Отечественной войны, «Труженики тыла», и сейчас продолжаем делать фильм «Афган, Чечня». Я провожу со школами такие вещи, как «Вастер-класс по истории Омска». За видеосюжеты о работе добровольцев, из которых амичи смогли узнать о добрых поступках жителей нашего региона, «12-й канал» стал победителем в номинации «Добровольчество в СМИ». И наша телерадиокомпания получает статуэтку. В этом году церемонию награждения приурочили к абсолютно новому для нашей страны празднику – Дню волонтера. Указ об его учреждении 27 ноября подписал Владимир Путин. Теперь каждое 5 декабря вместе со всем миром российские добровольцы будут отмечать эту дату. Кстати, накануне, в первый день волонтера, президент объявил 2018 годом добровольца. Глава государства заверил, им даже непосильные задачи по плечу. Возможно, теперь в нашей стране хрустальных сердец, открытых для добрых дел, станет еще больше. Социальные выплаты российским пенсионерам повысят трижды. Индексацию следует ожидать в следующем году. Она запланирована на январь, апрель и август. По информации Минтруда, первая прибавка к пособиям по старости будет составлять почти 4%. Между тем, к следующей весенней сессии фракция ЛДПР в Госдуме предлагает разработать законопроект о перманентной реформе всей пенсионной системы. Партийцы хотят привести ее к европейскому образцу. Как это будет выглядеть и какие еще инициативы озвучили либерал-демократы, выяснял Никита Смирнов. Самое главное в предлагаемой пенсионной реформе неприкасаемый банковский счет. Европейский образец подразумевает вариант перевода накопительной части пособий по старости на индивидуальные карты кредитных учреждений. Эти деньги предлагается замораживать до вступления в пенсионный возраст, и доступа к ним не будет как у работодателей, так и у организаций по взысканию долгов. Пенсии обязательно будет нормальный европейский вариант, накопительная. Сами переводите на свою собственную пенсию, на свой личный счет, и он неприкасаемый. И сами эту пенсию, так сказать, формируйте. И работодатель будет делать по вашему указанию. Хотите больше, еще вносите. Никаких ограничений и полная безопасность. По мнению лидера либерал-демократов Владимира Жириновского, решать необходимо еще одну важнейшую проблему – отказ от ипотечного кредитования. Покупка квартиры в кредит под высокие проценты часто приводит к тому, что некоторые российские семьи попадают в долговую яму. Вообще убрать ипотеку, мы ее ликвидируем, никакой ипотеки, только жилищные кооперативы и социальное жилье. Все строит государство, и оно продает на кооперативных началах или право личной собственности. Но убрать этих грабителей, риэлторов, коллекторов, все то, что мешает жить, мы уберем. Еще одна инициатива – подъем минимального размера оплаты труда. Либерал-демократы предлагают повысить его до 20 тысяч рублей. Никита Смирнов, 12 канал. Стать лауреатом международного конкурса «Не выезжая из Омска» в наш город съезжаются музыканты со всего мира. Домбристы, пианисты, скрипачи, певцы примут участие в третьем международном конкурсе польской музыки имени Едвиги Щипановской. На Баздецкой школы искусств номер 4 состоялось его торжественное открытие. Заявки на конкурс прислали 200 человек. Это не только учащиеся музыкальных школ, но и преподаватели. Им тоже дали шанс посоревноваться в мастерстве. Наталья Бельская продолжит. Татьяна Дубянская, обладательница гран-при 2-го международного конкурса имени Едвиги Щипановской. Победу ей принес концерт для скрипки с оркестром известного польского композитора Генриха Винявского. Домбристка часто исполняет музыку разных народов, в том числе и польскую. Корни славянские. Когда славянские корни, это всегда созвучно тому, что у нас в русской музыке. А потом это же все равно одни истоки. Встречи знатоков польской музыки в нашем городе проходили сначала в небольшом домашнем формате, а в 2015-м приобрели новый статус международного конкурса. Ему даже присвоили имя знаменитой омской пианистки и педагога Едвиги Щипановской. Полячки по происхождению. С 1936 по 1962 год в Омске она руководила первой музыкальной школой. В период Великой Отечественной, когда здание отдали под госпиталь, занималась с учениками дома, а для раненых проводила концерты. У Роберта Рождественского есть замечательное стихотворение «Омский госпиталь». Ой, концерт в госпитале называется. Может быть, вы его где-то увидите. Там именно так оно начинается. 40 трудный год, Омский госпиталь. И дальше концерт, как концерт дают ученики. Вообще-то вот такая, знаете, вот такая какая-то летопись именно музыкальной жизни того времени. Понимаете? Вот. Конечно, трудно было сохранить, но Едвиге Ильевне это удалось. В жюри конкурса скрипач Александр Поволодский, руководитель одного из лучших израильских коллективов «Виртуозы Тель-Авива», уже третий раз приезжает в наш город, чтобы оценить мастерство участников Омского конкурса. С собой привозят любимую скрипку и шутки. Все-таки выпускник Одесской консерватории. И как же без юмора. Мне везет, что конкурс все время зимой. Лето у нас хватает. У нас 12 месяцев лето. Вот у нас сейчас, говорят, резкое похолодание. Будет 21 градус. Плюс. Потому что сыграть конкурс даже это совсем непросто. Совсем непросто. Даже выйти на сцену с одной пьесой. Это непросто. Вот. И люди приезжают, они готовятся. И в общем так, что все это вызывает только уважение. Победителей конкурса назовут 10 декабря. Кстати, впервые в этом году участникам разрешили играть произведения западноевропейских и русских композиторов. Но исполнение польской музыки все равно приветствуется. Наталья Бельская, Дмитрий Алдыгевченко, 12 канал. О спорте. Сегодня на своем льду омский авангард примет тольяттинскую ладу. После неудачной выездной серии и непростого матча с автомобилистом, ястребы явно намерены наверстать упущенное. Впрочем, соперник звезд с неба не хватает. И в текущем чемпионате на выезде в основное время смог обыграть лишь нефтехимик, адмирал и магнитогорский металлург. В остальных битвах лада уступала, пропуская при этом не менее двух шайб. К слову, омская дружина пока не в лучшей форме. Несмотря на второе место в таблице Восточной конференции, ястребы по очкам уступают нефтехимику и автомобилисту. Удастся ли в сегодняшнем матче подопечным Андреем Скобелке взять три очка? 12 канал покажется в прямом эфире. Начало трансляции смотрите в 18.50. После короткой рекламы прогноз погоды. Ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Твиттере, Одноклассниках и на Ютубе. Найти их можно и на сайте 12канал.ру. Там же мы выкладываем полные выпуски программы «Час новостей». Оставайтесь с нами. Новогодняя суперакция от Кожгалантерей К. Главный приз 100 тысяч рублей. Сохранять подвижный образ жизни и молодость кожи нам помогает Крем Рефарм. Покупайте в сети ортопедических салонов Артека. Аптеках «Мелодия здоровья» и на сайте аптека.ру. По здоровью есть вопросы. 48 38 38. Ходила раньше Мария из Красного Яра за тысячу верст. За ценами выгодными. А теперь выгодные цены прямо возле дома. В низкоцене, что и склад, и магазин. Здесь сыр российский здравушка. Всего 329 рублей за килограмм. Вот это цены. Сэкономила Мария. И новый смартфон себе купила. В паралимпийском спорте у каждого своя история. Каждый спортсмен прошел через какие-то там трудности, которые на первый взгляд кажутся непреодолимыми. Но такие же, как и вы, те же самые возможности есть и у вас. Не забывайте все время что-то делать для окружающих вас людей, потому что они тоже нуждаются в теплоте, заботе, внимании и поддержке. Государственная программа Омской области «Доступная среда». И о погоде сегодня, 7 декабря, по области в Омске переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха в районах днем 7 градусов, холода в Омске до 8 градусов, со знаком минус. Ветер юго-восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление 762 миллиметра ртутного столба. Эфир 12 канала продолжит программа о путешествиях «Туризматика-55» о развитии событий в 14 часов. Субтитры создавал DimaTorzok